Веревки, карабины и зацепы. В секции спортивного туризма на базе детско-юношеского центра значительно обновился инвентарь и прошел ремонт единственного в регионе скалодрома. Средство удалось привлечь благодаря конкурсу грантов «Измени жизнь к лучшему». Как сейчас проходят занятия для скалолазов и чем педагоги планируют удивить юных покорителей вершин, расскажет Анна Штепа. Это первый спуск маленького Никиты. Чуть позже упражнение повторяет и его брат Кирилл. Оба мальчика, кажется, уже определились с планами на будущее. Я педагогу, что буду скалолазом. Буду лазить по горам. Приобрести необходимые навыки юным спортсменам помогают опытные тренеры. Они же страхуют новичков во время покорения вершин. Сейчас в областном центре таким видом спорта занимаются свыше ста человек. Мальчишек больше, но и среди прекрасной половины есть любители туризма и скалолазания. Мне больше всего нравится лазить, дистанции, пожимару и так далее. Мне хочется стать настоящим проводником и все уметь. Такой спорт прокачивает все группы мышц. Но главное качество для будущих альпинистов – терпение и целеустремленность. Нужно научиться преодолевать препятствия и быть готовым к приключениям. Сначала учат, чтобы потом на дистанцию быстро лезть и переправляться с одного берега на другой. Мы ходили в пещеры, там было страшно, но надо перебороть свой страх. Жизнь вне секции у скалолазов очень насыщенная. Это кадры прошлогодних походов, возможность изучить пещеры по душе всем членам команды. Весной 2020-го традиционный выезд впервые отменили из-за пандемии. Занятие, правда, проходит и сейчас, но при определенных условиях. У нас теперь группа должна быть не более 15 человек, потому что нахождение в зале требует этого. Во-вторых, педагог обязательно находится в маске. Это, я думаю, сейчас во всех учреждениях так. Обязательно обработка рук детям антисептиком, потому что они используют и снаряжение общее, и все остальное. Плюс обработка всех поверхностей, зала, батарей, подоконников. То есть приходится над всем этим работать постоянно. Несмотря на ограничения, ребята с усердием подходят к тренировкам. С новым профессиональным оборудованием занятие в радость. Его приобрели на средства гранта, который выиграли в конкурсе «Измени жизнь к лучшему». Впрочем, обновили не только снаряжение, еще сделали ремонт помещения. А в планах проведение первого в регионе фестиваля по скалолазанию. Осталось дождаться, когда снимут ограничительные меры из-за пандемии. Анна Штепа, Олег Векслер, Вести Биробиджан.